Приветствую вас. Я думаю, что для начала надо понять всю цепочку событий, которые произошли, потому что я что-то не очень понимаю связи между тем, что произошло. Вы говорите, что изменили свою девушку. Значит, в первую очередь здесь нужно отметить, что у изменений всегда есть причины. То есть, если вы изменили своей девочке, значит на это были какие-то основания. Я вас не собираюсь обвинять в том, что вы сделали. То, что сделали. Вот. Я не думаю, что вам нужно сейчас, чтобы вас обвинял кто-то за то, что вы сделали. Важно другое. Важно понять, почему вы так поступили. И донести это до девочки. Донести до девочки то, почему вы так поступили. Не оправдываться перед ней. Не выставлять себя виноватым перед ней же. А именно, а именно, донести до нее, почему вы так поступили. И возможно, только возможно, только возможно, что вы сами об этом сейчас не знаете. Если вы действительно об этом не знаете, то мы вам можем помочь в этом разобраться. Мы можем вам помочь разобраться в том, почему это произошло. Как это стало возможным. Из-за чего это стало возможным. Ибо причины у этого, конечно же, есть. Это безусловно. Идем дальше. Идем дальше. Вы говорите, что сделали это давно. Ну, здесь срок давности, вообще говоря, не очень важен. На мой, по крайней мере, взгляд. То есть, на мой взгляд, не так важно, сделали вы это давно или сделали вы это недавно. На мой взгляд, гораздо важнее то, почему вы решили, собственно, признаться в этом. То есть, почему вы решили признаться в том, что произошло. Что-то случилось, что-то произошло, что-то вас подвигло на это, на то, чтобы признаться. Может быть, у вас было какое-то чувство вины за то, что случилось. Может быть, были еще какие-то события, которые спровоцировали ваше желание, значит, ну, ваше желание рассказать ей. Но, так или иначе, так или иначе, на мой взгляд, это нужно выяснить. Потому что вы могли бы ничего не говорить, девочка. Вы сказали. А я вас не обвиняю в том, что вы это сделали. Но я хотел бы, чтобы вы для начала определились со всеми этими вещами. Прежде чем с девушкой возвращаться, прежде чем делать какие-то шаги к ней навстречу. Вот. У меня нет ощущения, что вы знаете, что вы отдаете себе отсчет, в том, почему так произошло. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, очень важно эту историю понять вам, для себя. Вот. Это важно. Дальше. Идем. Значит. Вместе мне 9 лет. Мой проступок я сделал очень давно. Нам признался в этом. Вы всем признались. Теперь я не знакомец. Как быть? Пожалуйста. Подскажите. Подскажите. Что это значит? Что значит? Вы не знакомы. На мой взгляд, это очень важно выявить, выяснить, что вы вкладываете в это понятие, что вы не знакомы. То есть вы расстались с девочкой сейчас. Или как? Или вы здесь имеете в виду, что она ведет себя так, как будто не знает вас, как будто вы для нее стали чужим человеком. Что произошло по времени? События. То есть, что произошло вот по времени, когда это произошло по времени. То, что вы описываете. Вы сказали, что вместе были 9 лет вместе. Опять же, не совсем понятно, вы 9 лет вместе были, или вы были женаты, у вас была семья, или 9 лет вы просто встречались, если вы встречались 9 лет, и за 9 лет вы не сделали ей предложение. То это тоже, я бы сказал, повод для разбора, повод для анализа, потому что, наверное, есть причины, по которым вы за 9 лет не сделали девушке предложение. Если же у вас была семья, то что произошло, вы родились? Или как? То есть, вот эти все моменты, вот эти все моменты, на мой взгляд, нужно выислить, вот эти все моменты, на мой взгляд, нужно поисследовать. Только так можно вам помочь. Только так можно понять, что между вами произошло. И только так можно помочь вам, возможно, вернуть девочку. Мне видится, ситуация такой, ну вот так мне видится ситуация. Дальше. Вы пишите. Вы пишите. Вы пишите. Вы пишите. Чтобы мы помогли, помогли вам ее вернуть. Зачем? То есть, вы говорите, что она вам дорога, и я вам верю, что она вам действительно дорога, я вам в это, я вам верю. Но почему вы сейчас хотите ее вернуть? На мой взгляд, это очень важный момент. На мой взгляд, очень важный момент, что мотивирует вас сейчас примиться ее вернуть. Делаете ли вы это для нее? Или делаете вы это для себя? Допустим. Понимаете? Какая штука. Если вы это делаете для нее, то в чем, чем ей будет лучше? От того, что она к вам вернет. Если вы это делаете для себя, чего вы хотите? Для себя же. От этого, мне кажется, все очень важный момент. Дальше. Как выйти? Значит так. Подскажите, пожалуйста. Как выйти? Куда выйти? Как вернуть и добиться к себе доверия? К себе доверия добиваться не нужно. Если вы донесете до девочки, почему поступили именно так, а не иначе. Если донесете до девочки свой мотив. Если объясните девочке свои поступки. Если объясните девочке, то почему вы поступили именно так, а не иначе. И если вы объясните девочке именно свои намерения, если вы не будете просить у неё прощения, да, именно вот намерения свои до неё донесёте, то ситуация будет, на мой взгляд, гораздо лучше, чем сейчас. На мой взгляд, девочка в этом случае сможет вас простить, на мой взгляд, девочка в этом случае сможет вас принять. Конечно, при условии, если у неё к вам будут чувства, конечно, при условии, если у неё к вам остались эмоции, И, конечно, если вы для нее были дороги, только в этом случае есть надежда, что она вернется. Доверие – это не то, чего можно добиться сразу. Доверие добивается путем определенного поведения, достигается путем определенного поведения. Мне кажется, что для вас очень важно определить это поведение такое, чтобы оно, точнее, это поведение находило отклик у девушки. Мне кажется, это принципиальный, важный момент. Если мы хотим помочь вам, значит, вернуть девочку, вернуть женщину, вот. Я думаю, что для начала вам стоит наладить с ней регулярный контакт. Вот, я думаю, что вам стоит наладить с ней регулярное общение, вот, я так думаю. И, после того, как вы это делаете, после того, как вы наладите с ней регулярное общение, уже можно будет что-то делать, уже можно будет как-то развиваться, уже можно будет что-то предлагать, уже можно будет как-то сближаться и смотреть, соответственно, на ее реакцию, на ее поведение, на ее отношение к вам. Вот, но гарантии, конечно, никто не даст, что она к вам вернется. Но я, опять же, не думаю, что в этой гарантии есть. Хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь, что измены, это драться мы не только для того, кому изменили, но и для того, кто изменил. Поэтому для вас будет лучше, если вы сами постараетесь разобраться в том, почему так случилось, что вы изменили. В этом нет ничего стыдного разобраться. Но никто не даст вам, особенно по такому короткому-короткому материалу, никто не даст вам ответ на ваши вопросы. Потому что слишком мало информации, и слишком мало информации о том, чтоб что произошло. Если вы хотите помощи, действительно серьезной помощи, то мне кажется, мне кажется, что имеет смысл вам раскрыть свою историю несколько, ну, более обробно, несколько более точечно. Вот, чтобы мы могли вам помочь, чтобы мы могли вам ответить на вопрос, который вы задаете. Если вам дорогая, например, девочка, то мы вам обязательно поможем, поможем. Но то, что вы говорите, что я незнакомец, да, и что, соответственно, тут вот просто не очень понятно, что вы имеете в виду. Говорят, что вы незнакомец, незнакомец, вот. Если она вас не хочет видеть, девочка, если же, или как. Если она не хочет вас видеть, то это, ну, неприятно, конечно, но это оправданная история. С другой стороны, если не хочет видеть, значит, возможно, ей еще не плевать, и ей не все равно, на вас, по крайней мере. Но это история про уже более, такое, детальное рассмотрение, да, это история про более детальный анализ. Это история про, ну, про более полный анализ того, что с вами происходит. Сейчас ваша задача, так, общение выстроить с ней, отношение выстроить с ней, чтобы она чувствовала себя комфортно, чтобы она не чувствовала себя комфортно, что вы от нее чего-то ждете. Вот. И, соответственно, дальше уже можно будет что-то сделать. Ну, дальше уже можно будет как-то взаимодействовать. Можем, конечно, вам более детально, более подробно все это писать, но для этого, опять же, нужно больше информации о вас. Такая вот история. Надеюсь, что Ларвер вам помог. Вы оказались, конечно, в непростой ситуации, но безвыходных, безвыходных позиций нет. И при вашем желании, и при вашей настойчивости, все можно добиться, всего можно добиться, все можно реализовать. Вот. Конечно, если у девочки не исчезли чувства и не появились кому-то другому. Вот. Такая вот история. Надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Ну, а я вам желаю всего самого доброго. И удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова